Мониторинг цены управления торговлей и потребительского рынка города Курот-Анапа проводят ежедневно. Внеочередной мониторинг торговых точек Джигинки состоялся по инициативе главы администрации округа. Обращаются граждане с просьбой навести порядок в торговых рядах, чтобы было понятно людям, какая цена, какая наценка, чтобы была правильная выкладка товара. Потребительскую корзинку заполнить свежими и сравнительно недорогими продуктами, выяснили специалисты управления торговли в Джигинке, можно. Правда, не в одном магазине, а придется походить. В одном есть молочные продукты, в другом мясные, по цене с 10-процентной наценкой от цены поставщика. Как выяснил опрос местных жителей, они не очень разбираются в тонкостях на ценах, просто ищут там, где подешевле. А, что вы рассказывали? Ну, это вообще нам не там. А товар тот же, цена разная. Вот возьмите, вот есть ларек, там 350, сыр, а вот зайдите в этом, там уже до 500. Мы вот привыкли, где нам нравится, и как-то я не хожу по другим магазинам. Да. Вот здесь и у Чигирей вот нравится нам. Здесь и там. И вежливые продавцы, цены нормальные. Пришла, купила, да и пошла. Чтобы люди понимали, что определенный товар относится к социально значимым продуктам с минимальной наценкой, Управление торговли рекомендует выделять такой товар специальными ценниками, как, к примеру, это сделали в магазине для вас. Выделили ценники желтым цветом. Жителям Джигинки повезло с молочной продукцией. На территории села находится молокозавод и магазин «Фея», который торгует без наценок сливочным маслом, кефиром, творогом и всей остальной молочной продукцией. Замечания владельцам торговых точек были сделаны самые разные. Магазину для вас благоустроить прилегающую территорию. Во многих торговых ролетах на рынке не было книги жалоб и предложений, зарегистрированной в управлении торговли. Продавцы заказывают товары по социальным ценам в ограниченных количествах, поэтому они быстро раскупаются, и другим людям приходится приобретать продукты уже по более высокой цене. По результатам мониторинга в магазинах присутствует социально значимая группа товара. Информация вывешена на доске объявлений. Наценка не превышает 10%. То есть магазины соблюдают требования 900-го распоряжения губернатора Краснодарского края. По итогам мониторинга глава Джигинского округа соберет в ближайшее время совещание с владельцами торговых точек. Все замечания по результатам проверок будут устранены. Лариса Басова, Алексей Мухуртов, Анапа. Регион.